Музыка 21 июня этого года состоялось заседание в администрации муниципального образования города Десногорск, на котором присутствовали представители Росатома, Федерального медико-биологического агентства, Территориального фонда обязательного медицинского страхования, Департамент по здравоохранению Смоленской области, представители других структур, на котором обсуждалась эффективность медицинского обслуживания населения города Десногорск, нашей медико-санитарной частью. Данное совещание проходило в рамках соглашения Федерального медико-биологического агентства и корпорации Росатом, направленной на улучшение состояния здравоохранения в атомных городах по всей стране. Такие совещания были проведены во всех 10 городах, но оно прошло 21 числа. Обсуждались вопросы, с которыми столкнулась наша медсанчасть в текущем году. В текущем году наши сложности связаны с финансированием по линии обязательного медицинского страхования. В этом году для нас, как и для других лечебных учреждений Смоленской области, снижены тарифы в оказании медицинской помощи. В соответствии с этим мы столкнулись с проблемой финансирования. Вопросы, которые рассматривались на этом совещании, были представлены более широко. Там осуждалось и качество оказания медицинской помощи, и оснащение оборудованием медико-санитарной части, и техническое состояние зданий и сооружений нашего учреждения. По итогам работы во всех подобных совещаниях, в том числе и в нашем, была разработана дорожная карта. Она так и называется, «Дорожная карта развития медсанчасти номер 135 на период 2017-2019 года». Поэтому планы там расписаны включительно, в общем-то, до 2020 года. Нашли отражение, и нужно сказать, что все пункты уже согласованы между всеми сторонами, поскольку сторон здесь много принимало участие в совещании, но был период длительного согласования, Росатома, ФМБА, департамент, фонд обязательного медицинского страхования, город, поскольку свои направления должны были отработать каждые из этих сторон. Но все они прошли согласование, сейчас находятся на подписи, но мы уже имеем эту дорожную карту на руках, в том виде, в котором она будет озвучена. Потом, уже окончательно, после подписания всеми сторонами. Но могу сказать, что это будет касаться в том числе оснащения медико-санитарной части, где расписано ее финансирование до 2020 года. Это касается и оборудования, и ремонта зданий и сооружений. В том числе включен такой наболевший вопрос, как строительство пандусов на наши поликлинические подразделения, детская поликлиника, взрослая поликлиника. Нашли свое отражение кадровый вопрос со стороны Федерального медико-биологического агентства. Это целевые направления для студентов, абитуриентов, последующих студентов, на обучение в медицинских вузах нашей страны, с последующими обучениями в ординатуре по специальностям, которые нужны нашему учреждению. Также на себя долю обязательств взяло муниципальное образование в городе Сногорск в плане предоставления жилых помещений медицинским их работникам, поскольку сейчас происходит реорганизация в этой сфере в городе. Про нас не забыли, нам будет выделяться соответствующее служебное жилье для тех медработников, которые наиболее востребованы медсанчасти, поскольку укомплектованность медсанчасти низкая. Ну и поскольку здесь вопрос финансирования, к сожалению, затронул и уровень заработной платы нашего учреждения, которая за последние несколько месяцев несколько снизилась, но по итогам этого совещания здесь нашли свое отражение вопроса повышения тарифа на оказание медицинской помощи, нашли свое отражение увеличения объемов медицинской помощи. Кроме того, после вот этого совещания буквально на прошлой неделе я встречался с заместителем губернатора Смоленской области Лободой Оксаной Васильевной на предмет финансирования нашего учреждения по линии фонда обязательного медицинского страхования и участия нашего учреждения в областных программах. Это выплаты молодым специалистам и выплаты врачам и среднемедицинскому персоналу отделения анестезиологии и реанимации. Мы даны поручения, чтобы этот вопрос рассмотреть. Поэтому работа ведется по всем направлениям. Мы надеемся, что в ближайшее время получим результат от этой нашей работы.